Мы вернулись на ваши экранчики, сейчас столкнутся две потрясающие команды, это Асап и Лениндарные Котики. Ну, вообще, это довольно-таки сильный криптим, что то, что они регулярно доходили до каких-то важных призовых или ключевых мест, которые дают много ММРа, и действительно, это матч, который мог бы быть в финале по качеству исполнения, поэтому мы ожидаем напряженный, большой, сильный и интересный матч. 40 минут минимум. Мы по-другому не умеем. Так что давайте сразу же перейдем к выбору героев, сразу же видно, что ребята понимают, кто сидел в турбомоте, Алишрак, у которого чуть ли не самый большой минрейн, Джакир, который является самым популярным героем нашего турнира, Найт Сталкер, который также берут все опытные и сильные коллективы и за возможность контролировать видимость противника и свою, чтобы увеличивать. Винрейнджер тоже, который обладает высочайшим минрейнгом и демонстрирует хорошую игру. Вот Акс, это персонаж, который очень часто берется, но очень редко побеждает, это 30% винрейнг, что в таком серии. А серия, почему бы и нет, тоже довольно сильный, потому что против Акса, он хорош, против Дрэгон Найт, он хорош, против Спирит Брейкер, он хороший, корж последнего героя и Тим Берсо. А вот это уже интересно, учитывая, что там 3 силовика, это довольно неплохой выбор. Ничего раз в Винрейнджер, ну просто, а не слабый. Вообще-то было интересно, потому что, ну, в общем, у Тим Берсо, я его первый раз, если честно, вижу в турбомоте, но он здесь может заехать, потому что там 3 силовика, а Тим Берсо на любом моменте игры всегда, при всех слотах, будет резать и убивать очень хорошо и очень резво силовиков. К тому же на нем будет играть Киев Спирит, и Киев Спирит это довольно-таки опытный игрок. А представим мы команды, на Найт Сталкере будет играть Зеп, на Танельс играет на Винрейнджер, Дарк будет играть на Джакиро, Киев Спирит, Тим Берсоу и Лайстиллер, исполнение Нефрита. Дарк Пессенджер, Спирит Брейкер, Писосиус, Снайпер, Брауд, легендарный Брауд, между прочим, который еще нам знаком с Киберстар Лиги, звезда коллектива, если не ошибаюсь, поколение чудес, если я не ошибаюсь, возможно, другое, но вроде поколение чудес. Дункан тоже довольно-таки известный аматорский игрок, будет играть на Аксе, и Ти Эй будет играть на Лишерке. Опять же, ребят, повторюсь, ожидаем интересную игру, серьезное противостояние. Мы можем заметить, что две замены произвели команда Котов, они добрали себе игрока Бровда, и Си Эй, это вот, по мутам, как минимум, можно заметить точно. Остается пауза, Киев Спирит, киевский интернет, наверное, немножко у него подвисает, и остается небольшая пауза, надеюсь, он вернется, чем можно быстрее, потому что не хотелось бы затягивать и так интересную и, возможно, очень долгую игру. А пока мы посмотрим в глаза дракона и узнаем, как дела у Антона. Ну что ж, как видим, смотря какие глаза, есть синие, есть красные, это как таблетки, знаешь, у Морфеуса. Красное тело, но синие глаза, или белое тело, но красные глаза. Ну, мне кажется, красные глаза, потому что спать приходит в последнее время очень мало, поэтому всего довольно-таки сложно, но тем не менее, Доту, Доту нельзя не комментировать, Доту нельзя не смотреть, потому что это очень интересное событие, особенно учитывая то, что в Киеве сейчас полный хаос происходит, напоминаю, что это сейчас Лига Чемпионов, просто кошмар. Да. Ну ладно, давай вернемся конкретно к игре. В целом мы обсуждали потенциал... Видимо, тут очень нехорошо вовести леру. Мы обсуждали потенциал команды СС в плане их выбора героев, но не говорили ничего про котов. Эль Шерак наносит колоссальное количество урона магического, но, с другой стороны, для него всегда должна быть поддержка, которая поможет ему взорвать какого-то героя, уничтожить его за секунду. А здесь никого такого нету, который наносит моментальное огромное количество урона. С другой стороны, здесь много контроля. Spirit Breaker, Dragon Knight и Axe, они спокойно могут... не давать противнику спокойно функционировать, работать и действовать, в то время как как раз Лишрак и Снайпер будут наносить колоссальное количество урона. Поэтому задумка как таковая есть, но всё равно сильнее выглядит здесь эсэпы, потому что у них вайфстиллер есть, который режет и очень резво убивает таких крупных толстых силовиков, и тимперсов, которые так же само их буквально уже на этот раз режут. Лишрак поставил вард на высоту, на хайграунды, но, я так понимаю, насталкер должен был это видеть, и первыми деньгами, которые он получит, тоже приездить в центре вард, и сбить опсовард, поскольку всё-таки это было очень отчитаемо. На нижней линии забирает, если я не ошибаюсь, нет, Жакира всё-таки забрал нижнюю баунтируну, так что 2-2. Да, не смогли здесь порегонсировать Axe и Spirit Breaker, что удивительно. Это такие потные герои, у которых есть даже контроль с самого начала. Хотя, возможно, просто Axe прокачал пассивку с самого начала. Нет, он прокачал вархангер для того, чтобы нанести урон. Вначале это довольно-таки полезно, в любом случае Джакиро, у него есть способность, который сбит по площади, поэтому в самом начале он довольно эффективный в такой толкучке. Сразу с самого начала пытается здесь гонять вайстиллер, но это будет довольно-таки сложно, потому что, опять же, вайстиллер хорошо лечится в таких подобных толстых героев, поэтому гонять его будет здесь не так уже легко. В центре стоит Лишрак, я понимаю. Нет, то есть, и Берсо против снайпера, очень интересно. Ну, это старый Тимбер, который отправляется в центральную линию. Посмотрим, что он сможет сделать против снайпера, поскольку снайпер должен эту линию как минимум выигрывать. Ну, не то, что выигрывать, он точно... Ну, все зависит от личного исполнения. Ну, да, тут, конечно, Тимберсо, если бы это не был бы Киевспирит, то можно было бы сразу говорить, что были бы у него проблемы. Но Киевспирит может умеет играть, так что посмотрим, как у него тут будет получаться. Сверху, в свою очередь, там играют Винренджер и Найт Сталкерин, такая уж слабая двойная линия. Но, с другой стороны, там есть Дрэгонайт или Ширак. С точки зрения макроигры, довольно-таки странная дабуа, но именно с точки зрения стояния на линии, они довольно сильны, потому что есть оглушение, есть замедление, есть много урона. Поэтому, ну, вполне вероятно, они могут побеждать. На нижней линии только что была небольшая агрессия в сторону Спиритбрекера, но, потратив 100 минут, купил Хингселф, полностью восстанавливает себе здоровье. На центральной линии Киевспирит уже заходит под вражескую Т1 Тавер, отгоняет крипов и будет потихоньку их фармить, не давая... Съел манго, получил Сауринкер, у него очень много маны, он может начать, действительно, уже плотно гонять здесь Писосилса. Этим он и пользуется, у него уже вкачана пассивка у Киевспирита, но, все равно, Писосилс грамотно себя ведет. У него еще есть Сальвак, который он как раз сейчас использует, есть Феррифайр, у него полное здоровье, много урона, поэтому, ну, он довольно себя комфортно чувствует здесь против Тим Персоти. Персоти, конечно, вот переигрывается, умалось, но это не серьезно. Там дает... К сожалению, промокнулся, только что лишь шаг своего глушения. С другой стороны, здесь гоняет уже Дункана, у него мало здоровья, так же самое мало здоровья у Лугоя Стилера. Потные потасовки происходят на всех линиях, Винренджер тоже почти мертвая. Сверху она вполне может умереть. Нет, все-таки разошлись здесь миром. Везде... Весна же страдает, везде почти умирает, но, тем не менее, никто не умирает. Сочи, здесь, как я, боюсь, ультимейт Киевспирита съедает Феррифайр снайпер и все равно умирает. Да, Киевспирит, это довольно хороший гранд Типерсо, и он лишний раз это доказан конкретно в этой игре. Ну, максимально запушил своих крипов, и... Просто небольшая... Ну, как говорится, уничтожили один вард, а у нас второй есть. Ладно. В общем, запушил максимально Киевспирит линию, забираю всех рожеских крипов, получаю уже 8 уровень, но я опять убиваю снайпера, прибегаю сюда Сфиритбрекер, но спиритбрекер в одиночку ничего не сможет предоставить вражескому Типерсо. На верхней линии умирает Снайс Сталкер, а... Точнее, про включение Киевспирит здесь не удержим, Типерсо чувствует абсолютно безнаказанность, у него уже пассивка максимального уровня, и писать, что вынужден пешком добегать на Снайпера, понимая, что тут ничего не могут ему сделать, не могут его сделать, Киевспирит прямо так и бежит на Снайпера, хочет его убить. Его двой не убьют. Да, у него есть Пайпай, ему магия не носит никакого урона, и пассивка максимального уровня, его никто не может убить. Это старый добрый неубиваемый Типерсо, который бегает под башней и чувствует собственную безнаказанность. Единственное, что его может убить, если чуть-чуть придет вся вражеская команда, но это не тот случай, не тот вариант, который нужно реально его осматривать. Бывает, что все-таки Киевспирит почти дошел до шрайна, но этого было недостаточно. Вместе с дабл дэмэджем Дарк Пассенджер пытается здесь убить Джакира, чтобы как-то разобраться, Натаниэль сверху также умирает. Начинается какой-то своеобразный размен между коллективами, уже счет 4-3, к сожалению, Дарк Пассенджер не убил Джакира, он старался, но дали там айс пасс, и он вынужден был остановиться. У него не было еще одного разгона, поэтому никакой-нибудь смысл. Бежит он, в свою очередь, здесь на лайс-тирера, снайвер также появился снизу для того, чтобы помочь. У Дарк Пассенджера все еще есть дабл дэмэдж, поэтому он не так уже мало урона наносит, использует батлханкер на лайс-тирера, но у него есть рейдж, поэтому для него не опасен. Киевспирит здесь пытается снести башню, но у него есть пассивка максимально уровня, ему башня не относит какого-то не было урона. Уже не фрик здесь спокойно воюет со всеми, с пассивкой, с вампиризмом, использует здесь рейдж для того, чтобы повоевать, хоть хочет здесь бить Аксак, а иногда Блокер очень фокусировался на Дарк Пассенджер, а Дарк Пассенджер здесь все еще умирает, по-моему, на здоровье на Аксе, и он успевает убежать. Убили еще и сверху лишь Рака, 7-3 счет, пока что побеждает здесь СССР, Киевспирит понял, что уничтожил Т1 башню, пора помогать союзникам, он убил там Акса, теперь еще и бьет опять снайпера, да, конечно же, определенно на Тиберсо, это бич снайпер конкретно в этой игре, здесь, скорее всего, умрет еще и Дрэгон Найт, Брауд. Испугаясь с Аксом, но Акс всего лишь 5-го уровня, нет абсолютно никаких предметов, могли продолжать агрессию дальше, и, мне кажется, команда Котов не совсем сыгралась с двумя новыми игроками, почему-то не могут предоставить... В Тиберсо у них нет ярко выраженного керри, ну, то есть, есть снайпер, но снайпер пошел в мид, потому что Дрэгон Найт не может стоять против Диберсо в миде, и из-за этого у них нет ярко выраженного керри, почти здесь убили уже Дункана, бигжит на и Сталкер за Дункан, дают оглушение, по ней вероятно, что Дункан здесь должен умирять, и в Винрэнджер, сильно он умирает, очень чайный Сталкер, перед ним убили, вбегает Дарк Пассенджер на Винрэнджер, и Винрэнджер здесь умирает, из-за того, что слишком много контроля. Бров показывает, что он чего-то все-таки стоит, а тем временем Ки Спирит покупает себе Иул, и 13 уровнем бежит на Илшак Кал, Илшак Кал, конечно, сейчас найдет, дает пилу, поднимет сейчас Виула, и будет умирать, а Лишшак без особых на то проблем, и падает еще Т2 Тавер на нижней линии, в это время Ки Спирит Брейкер подбирает, руна Инвиза, невидимость, и, наверное, сейчас будет куда-то отправляться, посмотрим, куда, на верхней линии, Найт Сталкер в одиночку агрессирует на Драгонайт, он Драгонайт, как раз Пик Брейкер бежит на Найт Сталкера, думает забрать его под башню, считаю, что там Браут в форме, есть оглушение, не могут сильно его убить, используя здесь Ультимейт Спирит Брейкер, и должны добивать здесь, должны убивать здесь Найт Сталкера, хоть и ночь, хоть и ночь, неужели он выживет, неужели он выживет, да, Драгонайт действительно убивает, в свою очередь прилетает, здесь Киев Спирит, почти здесь убил Драгонайт, но у Браута уже есть Шэдоу Блейд, кто позволяет его спокойно уйти, уничтожает здесь башню, убили все-таки здесь Найт Сталкера, но расплотились за это жизнью, Спирит Брейкера, Браут вряд ли отсюда должен уходить, должен нагнать его Киев Спирит, Браут для него как сладкий пирог, ждет Браут, когда у него восстановится Шэдоу Блейд, для того, чтобы уйти, он мастит между деревьями, но против Тимберсо это не самая лучшая идея, теперь у него наконец появился Шэдоу Блейд, здесь даже маны на него используют, и убегает, хорошо, потому что смерть Драгонайт, это очень плохо для Киев Спирит, это было бы очень печально, это самый богатый персонаж, соответственно, убор должен идти весь на него, ему нужно как можно быстрее собираться в урон, даже скорее всего, ему нужно сейчас покупать Сильвер Эдж, для того, чтобы как-то убивать этого Тимберсо, пока что из-за его пассивка, делает его абсолютно неуязвимым, Дункан здесь наконец уже купил Вангвард, теперь будет копить на Блинк Даггер, остается не так уже много, 2000 монет для Турбомод это не так уж, ну это мало, это буквально несколько хороших фрагов, несколько крипов, там, в таком духе, Киев Спирит уничтожает уже третью башню, подошел он сверху, танкир танкует абсолютно весь входящий урон, и сейчас, мне кажется, есть небольшая проблема у команды Киев Спирита Асаб, поскольку у них есть явное преимущество, но они им не пользуются, они сейчас втроем сносят верхнюю башню, куда это мог бы сделать и один персонаж, а на нижней линии убивают в это время, и попытку убить Винрэнджер, Винрэнджер встаня, использует связку в Спирит Брейкера, но с помощью ультимейта Снайпера, она отправляется в таверну, Сэмбер, когда он убил Москов Мэнэс, довольно-таки редкий выбор на этом герое в последнее время, но, тем не менее, в этой игре можно как можно быстрее разогнаться, Дрэгон Найт использует здесь форму, понимает, что он хочет здесь драться, нет у него еще силы вареджа, поэтому вряд ли они здесь чего-то будет добьются, возможно, они убьют всех, кроме Киев Спирита, и в принципе, это грамотная стратегия против разожжавшегося Тимберсо, потому что Тимберсо, ему нужно время, чтобы все узнать, как же долго здесь жил Дарк, сколько месов, да, как же долго он здесь жил, но все-таки добили здесь Джакиро, будут гнаться по невероятной здесь за другими играми, но что Тимберсо, что Найс Тавкер ночью, здесь крайне крепки, там сражаются уже, Рэйдж включил и убивает Дарк Пассенджера, Лайфстиллер, убивает здесь Фрауда, уже поняли, что невидимость нужно как-то раскрывать, поэтому включили досты, и Брауни должен умирать, Тимберсо прыгнет и убьет его прямо сейчас, хотя, возможно, здесь один отставкер убьет, добивают, да, действительно, здесь почти уже здоровье, не осталось у Киев Спирита, и Киев Спирита можно забрать, но даже Маны не осталось, его можно добить один Дуркан, а снайпер его добивает, да, или какое красивое окушение, он только что дал Вин Рейнджер, это спасло Киев Спирита, хорошая игра Натаниэль, и добивает последнего героя, уже Акса, вряд ли он отсюда уйдет, жрет его буквально, Найс, Лайфстиллер, вместе с всей своей командой, и Тимберсо, да, это похороны, похороны котов, своеобразное котовское котячье кладбище, где-то они устроили, ну, так на самом деле и получается, и не дают, вот сейчас правильное решение, не дают время абсолютно никакого, чтобы снайпер получил, несколько ключевых артефактов, Кладстон у Тимберсо, в Тимбер, у Невана не кончается, в принципе, ну, по-другому, появилось бы чуть-чуть раньше, он бы имел сейчас уже, намного заряда больше, в Инвизии Драгон Найт, бегает сейчас, будет давать стан в Вин Рейнджер, Вин Рейнджер в оглушении, но используется Шрайн, вражеской команды, умирает лишь Рак, Вин Рейнджер максимально пытался спасти себя, но у нее это не получается, и она отправляется в таверну, тоже, Нейт Сталкер пытается что-нибудь сделать, у него это получится или нет, сейчас мы за этим пронаблюдаем, но нет, все, команды разошлись, с размера герой. Силвер Эдж появляется у Драгон Найта, действительно важный момент, потому что теперь Тимберсо не такой уж и бессмертный, он может выключить все его пассивные способности, точнее, можно сказать, одну пассивную способность, из-за которой даже усовный снайпер может убивать его буквально за 10 выстрелов, за 8-9 выстрелов, за 5 секунд, спокойно его убить, особенно с Москов Мэнесс, поэтому хороший очень выбор, правильный, одна из проблем решилась, осталось только реализовать. Остались все остальные, да? Остались все остальные проблемы, нагляет Испирит, заходя уже на хайграунд вражеской команды, но из-за этого всего только получилось то, что у нас сталкер потерял огромное количество здоровья, и сейчас будет погибать стритбрекера. Испирит выживает, у него усталостно, выживает, у него осталось вполне здоровье, все-таки уже Тим Берсо не настолько всесильный, что все-таки всесильный, что все-таки всесильный, и тут вайвстиллер въезжает в стройку, пытается всех убить, но это перед сменкой своих способностей было, видимо, он даже не дал информацию своим союзникам, что он там находится, потому что все были явно удивлены, дает айс пасс здесь Джакиро, к сожалению, неудачный, потому что он не попал по Драгонайт, и Драгонайт его убивает, остается только Тим Берсо вместе с Вин Рейнджер. Тим Берсо уже не такой всемогучий, как раньше, не может всех убивать в одиночку, им нужна поддержка, а Тим Коммуникашн у Эсэпка какой-то очень сраный был, потому что особенно врыв у Астиллера, я даже не понял, что это было, он буквально в одиночку пошел и начал драться против Питеры. Да, небольшая была, правильно сказать, мискоммуникейшн произошел. Грамотный байт от Кадоффа Возможно это было именно и так, но Тим Берсо все-таки получил хоть один заряд на Бладстоун и стал немножечко сильнее сейчас, пингует на Рошана Комнеголового и попытается в бут-потка его забрать, если придется вся остальная команда. Скоро станет гораздо сильнее, у него появится Аганим через 700 монет с двумя ультимейтами он будет еще сильнее убивать своего випов. Только что узнали где это... Драгонайта использует СПУ Тим Берсо уменьшает его здоровье и умирает здесь Драгонайта Вот теперь можно забирать Рошана. Да, спокойно, абсолютно. Можно реализовывать убийство ключевого героя вражеской команды. Это точно, поскольку я сомневаюсь, что без Драгонайта хоть кто-то решит отправиться на Рошана. Лайфстиллер с Дезолятором моментально убивает Рошана еще поцелл крестом. Это происходит очень и очень быстро. Аегис для Лайфстиллера решили они отдать аегис именно этому персонажу, но возможно это и есть правильно. Тим Берсо отправляется сразу вражеский лес для того, чтобы выфермище можно больше. Аганим уже летит к нему, если я не ошибаюсь. И 16 заряда на Блдстоуне даст прирост в регенерации маны 27, так что ему хватит как минимум на много. лайфстиллер собирает нули фаер. Интересный выбор, но почему бы и нет, потому что это не позволит использовать Ньюз, Хипитры, Сильвер Эджи, Хевен Хальберты и многие другие, которые не позволят атаковать, дают возможность контролировать противников и так далее. И тому же он дает много урона и замедляет еще противников. В принципе, хороший выбор для лайфстиллера, у которого и так все есть, а нужно только урон и контроль. Сейчас, как я понимаю, будет команда собираться вместе, но только что произошел разгон на Найт Сталкеров, прыгает стакс под Блэдзмейлом, впитывает урон лайфстиллера, но лайфстиллер есть еггик, не стоит об этом забывать, прожимает рейдж и Спирид Брейкер сейчас платится за свое наглое вмешательство в процесс фарма. Хотели немного размить, немного противников, и Джекиру все-таки здесь убивает, но это один браут в одиночку против всей команды, что он здесь забыл, чего он здесь ждал, к сожалению, драконий рыцарь падает в одиночку сражавших против всей вражеской команды. Да, конечно, это рыцарский удел, брать на себе весь урон, брать на себе всю атаку вражескую, но немного себя переоценивать. Теперь без брауда 50 секунд. Да, можно снести как минимум одну сторону, будем наблюдать таким спиритом. Он сейчас должен максимально отогнать вражескую команду от своего тавара, чтобы спокойно дать лайфстиллеру снести именно сторону, но команда и так боится подходить. Сейчас дается стану на сталкера, прыгает Дункан, Дункан сразу поднимает Виул, думаю, на сталкера может погибать, но нет, не против. Нет, он умрет, он умрет, как минимум, от батлханкера, хотя, смотрите, нет, он все-таки умер от батлханкера, у Василира стоит вполне здоровье, но при этом у него есть, почти умер здесь Песосио, всего, фактически спас фонтан, небольшая регенерация первым дал, Натаниель тоже здесь умирая, переиграли здесь немного Сэппы, но с другой стороны, да, они дали пространство для Войстиллера, у него есть дизолятор, поэтому он довольно быстро умеет строение, прыгаю здесь дальше на Войстиллера, Акс вместе с спиритбрейкером хотят его забить, Дункан понимает, что вряд ли, он прыгает в крипов всех, Дарк Пассенджер использует телепорт для того, что избежать, еще и подправляет Ильишрак, в одиночку здесь Керри команда Сэпп сражается, у него есть Аэгис, но тем не менее, он один, подходит к нему уже команда, там есть и Джакиро, и Тимберсо, спасет ли его эта ситуация, врывается, здесь Дарк Пассенджер мимо проезжал, так сказать, дает оглушение, остается в одиночестве горном Нефрит, и вполне вероятно, он умрет, врезает он в тележку, на такси хочет уехать, нет, он даже не берет контроль, он просто путешествует вперед, вполне вероятно, из-за того, что потеряет концентрацию на нем, он сможет убежать, смотрите, следят, нет, следят, ждут, ждут, и так как здесь, нет, все-таки взял его панк контроль, дают у него оглушение, вылезает из него Нефрит, но так как уже дали все оглушение, Дункан дал ко у него, все-таки уходит отсюда Нефрит, это была ошибка от Дункана, он мог его убить, мог его заколить после тережки, но зачем-то подставил Снайд Сталкер, ну, он хотел защитить Лайфстилера, в принципе, нет, он даже здесь, нет, Снайд Сталкер умер, излишняя агрессия команды Сапа привела к тому, что отыграли, если не ошибаюсь, 7000 преимущества, Коты, и сейчас у Драгонайта появляется, нет, у него еще не появится, Кераса, еще все-таки нужно несколько подфармить, но кто получил из этой ситуации больше всего золота, мне интересно, команда в равной степени получила преимущества, в любом случае, Тимберсои, Лайфстилер все еще далеко впереди по деньгам, у Тимберсоа уже боимся Блокинг Бар, он дальше будет собирать Шива Сгвард, Трэвл Бутс, в принципе, неплохо ее выбор для его героя, Лайфстилер же, скорее всего, купил на Лифайр, интересно даже, что он дальше будет покупать, давайте посмотрим, у него, уж да, уже здесь на Лифайр, и он дальше будет собирать Блот Торн, неплохо, максимально, говорит, я, я Клинкс, только, только Лайфстилер, в принципе, у него проблема не в выживаемости как раз, а в том, что нужно заносить урона, потому что, фактически, кроме него, в Каване уже никого нету, потому что, Тимберсо, он уже не так рьяно и быстро всех убивает, как раньше, так что нужно какой-то еще альтернативный путь, как кого-то взорвать, забереть и так далее, между прочим, у Васильвера здесь запрыгнул на Натаниэля, потому что у Натаниэля, как я понимаю, есть Блинк Даггер, поэтому, да, это отличная инициация, различная форма инициации, и Филип показывает, что они используют смоу, потому что он из ниоткуда появился, Натаниэль идет вперед, противник здесь в одиночку находит одного песо, все, Апланина Райана, да, у него финицирует Васильвер вместе с Линренджером, Васильвер в одиночке его убивает, пытались здесь найти кого-то еще, он рак пассенджер уходит в шаттлпоид и выживает, снайпер, кстати, использует выкуп, и это все еще драка 5 на 5, но минус важный выкуп, снайпер это ключевой герой команды котов. Тем временем Тимберсо берет 25 уровень и уже 20 зарядов на Бландстоун, это 33 у него реген маны, и все-таки решают у него отойти, может подождать Рошена, Рошена уже тем временем возрождается, если они об этом не забыли, то будет еще легче зайти на сторону, наступает день, заканчивается ночь и уже преимущество у Нейтсталкера стоит немножечко меньше, но все-таки Нейтсталкер находит Рошена, подходит сюда вся союзная команда, попытка еще можно быстрее забрать Егисер и отправиться закончить эту игру. У котов вообще есть серьезная проблема, потому что у них есть ДК, который в принципе нормально справляется со своими обязанностями, но есть снайпер, у которого банально нет предметов, он не наносит урон, у него один только массовый мэтр, который наносит урон, и он накопил себе пику, чтобы как-то спасаться. Не будет БКБ, которая урона также даст край немало. Да, он был бы лучше, если он здесь все-таки какой-то урон, чтобы как-то помогать команде. А тогда с Бокинг Баром, пикой, вряд ли он кого-то сможет убивать в одиночку. Опять, у Натаниеля влез во Встиллер, опять хотят кого-то здесь убить, поймать, сверху, видимо, они будут заходить, так как в центре уже сломали башни и стейл строение. Попытка убить Драгонайда даже будет не попытка. У Драгонайда нету телепортации, поэтому нет смысла использовать Бокинг Бар для того, чтобы сбежать. Да, обидная ошибка, потому что у него нету здесь байбэка, без Драгонайда целую минуту будет команда котов, по-моему, вероятно, придет к их смерти. Дунга отпушивает, конечно, нижнюю линию, но не удалось забатить всю вражескую команду, чтобы они отправились именно туда и потихонечку, потихонечку падает. Верхняя сторона, Кейспирит под БКБ максимально развлекается со всей вражеской командой, но башня падает. Башня падает, это главное, Дункан прыгает под Блэдмейлом, но он из-за этого даже умирает. Виндранжер настреливает по всем, кому только может. Дункан погибает, погибают уже четыре персонажа, байбайка от Акса, будет погибать Лешрак, Лешрак, Тиэй, еще несколько ударов и тоже отправляется в таверну. Дункан под Блэдмейлом, опять же, Джейджим, мы даже не знали, как это было. Да, ну, переиграли на классе здесь ССП, коты ошиблись уже, на самом деле на пиках было понятно, что у них какая-то каша, что они взяли героев хуже, очевидно, чем их противники, поэтому то, что они проиграли, это закономерность, которая должна была произойти, но в целом они дали интересный бой, замена, что у них еще нету нормальной синергии между друг другом как игроками, потому что у них есть две замены, это сильно очень заметно, коты, конечно, сильно просели на фоне своих предыдущих игр, но это все еще довольно-таки сильный коллектив и у них есть две недели, чтобы прийти в форму, чтобы оправиться, выиграть турнир и поехать на лон-финал в Киеве, поэтому обязательно этого ждем, дамы и господа, и обязательно ждем, желаем удачи дальше команде ССП, Киевспирит, и компании в прохождении в нашем турнире, который будет еще продолжаться, спасибо, что были с нами, с вами был Ватч Астровано, Антон Ваннербраун, и не забывайте, что дальше больше, совсем небольшая музыкально-рекламная пауза.